Не зря говорят, школьные годы чудесные. Время проб и ошибок, время выбора и поиска себя. И от того, как ты прошел школьный путь и какие люди тебя окружали в этот момент, зависит, насколько уверенными шагами ты пойдешь дальше по жизни. Выпускники 11-го В-класса школы номер 7 под руководством Джульетты Казарян все разные. И каждый из них уже личность. К примеру, Ваган Арутюнян – президент школы. Его главная задача – это организация школьных мероприятий, участие в волонтерских движениях и благотворительных акциях, с чем он справляется на отлично. Президент должен делать для народа. То есть, это возможность быть частью чего-то большего и помогать, разнообразить внешкольную жизнь, чтобы школа была не только для учебы, как бы и была стереотипной, занудной, а чтобы были разносторонние развлечения и проведение досуга. Несколько учеников класса занимаются созданием и выпуском школьной газеты «Семерочка». Сами пишут статьи и фотографируют. Старания ребят не напрасны и дают свои плоды. Газеты из года в год становятся победителем в городских и районных конкурсах. Для меня интересен момент, когда ты собираешь информацию. И потом сидишь, обсуждаешь с ребятами это, и понимаешь, как нужно раскрыть, допустим, как описать этого человека. Ты смотришь на людей с другой картиной, с другого ракурса. Дети любят учиться и открывать для себя новое и интересное. Несколько человек идут на золотые медали. У Ивана Гирёва золотая медаль уже есть. Он призёр юниорского первенства мира по плаванию. И по праву считается не только гордостью школы, но и всего Ленинского района. Да и в целом ребята очень спортивные. Увлечение стрельбой стало для Владислава Романенко решающим в выборе профессии. После окончания школы он планирует поступить в Московский университет МВД имени Кикотя. Я считаю, что каждый мужчина должен послужить в армии, так или иначе, хотя бы быть в военном клубе. Он организует, повышает ответственность и даёт силы, силу воли проявляет. Годы обучения для ребят были наполнены интересными путешествиями, поездками на природу, походами в театры и музеи, участием в конкурсах и фестивалях. Они стали настоящей семьёй со своими успехами и мечтами. И во многом это заслуга классного руководителя. Привыкаешь за семь лет, очень много вкладываешь, не жду ничего, никогда не ждала. Единственное, что хотела, чтобы они были очень добрые, порядочные, самое главное. Ну и хорошо друг к другу относились, уважали своих родителей первым, ну что самое главное. Чтобы в дружбе никогда не ошибались. Ну, так, в общем, да. Для педагога каждый выпуск – это маленькая жизнь. Детей, которые по взрослению на глазах, не забыть никогда. Алексей Мельников, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.